Проблема утилизации твердобытовых отходов в области – один из вопросов, требующих незамедлительного решения. На сегодняшний день на территории Западно-Казахстанской области накопилось более 6 миллионов тонн отходов. Городская свалка на протяжении многих лет загрязняет атмосферу и почву. Только в прошлом году в Западно-Казахстанской области было образовано свыше 105 тысяч тонн твердобытовых отходов. Объем промышленных отходов составил свыше 347 тысяч тонн. Причина сбора такого огромного количества мусора в отсутствии постоянной его переработки. Но это положение в скором времени должно измениться, заявили спикеры в ходе семинара. Как вам известно, глава государства в своем ежегодном послании во второй задаче дальнейшее развитие ресурсного потенциала отметил необходимость современной утилизации и переработки твердобытовых отходов. В нашей области есть и положительные примеры, об этом докладчики сейчас позже в своих выступлениях расскажут. Так, 27 февраля текущего года ТО «Камо-центр» был открыт завод по переработке шин и резины. Данная работа была поддержана оператором РОП. Настроена линия по утилизации глубокой переработки отработанных шин с дальнейшим производством резиновой крошки. Переработка мусора в области стала налаживаться только лишь в последние три года. В городе начали устанавливать специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок. В Уральске и в районах появились контейнеры для сбора полиэтилена, макулатуры, картона, стекла. Отдельные тары установлены для утилизации ртуть содержащих приборов. По пластику есть у нас предприниматели, которые его здесь перерабатывают, прессуют, потом уже в этом виде отправляют на сдачу. Есть у нас отходы, кордон тоже. Некоторые его обрабатывают, выпускают туалетную бумагу, и, соответственно, некоторые отправляют в Российскую Федерацию. Есть у нас задача стоит, чтобы стеклотару тоже переработку делать. Мы перед собой ставим задачу. В текущем году совместно с финской компанией начали разработку проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса. Если совместный проект с финской компанией окажется успешным, через несколько лет в Уральске появится биогазовая станция для переработки органических отходов в электрическую и даже тепловую энергию. Переработка происходит, она даже в неплохом состоянии у вас в области, особенно по промышленным отходам, по твердым бытовым, по коммунальным отходам. У вас начинается раздельный сбор, но, тем не менее, этот сбор вторичного сырья, он у юридических лиц уже был давно, и частично у физических лиц, поэтому процесс идет. Нельзя сказать, что мы вот сейчас запустим этот процесс. Процесс идет. Но для того, чтобы его конкретизировать, для того, чтобы его активизировать, нам нужны вот постоянно, чтобы наше сообщество собиралось и свои проблемы озвучивало, акиматы всех уровней, они идут навстречу. Но, тем не менее, как показала проверка прокуратуры, работа проводится недолжным образом. Далеко не везде организована система сортировки мусора. Недостаточно проводится агитация населения. Люди просто не заинтересованы в том, чтобы разбирать мусорный пакет на составляющие части. Тем временем, в странах Европы сортировочная утилизация отходов является хорошей привычкой горожан. Система там налажена таким образом, что каждому отходному материалу дают вторую жизнь, тем самым экономят на бюджете и сохраняют чистую окружающую среду. Марина Горбук, Монарбек Кушалеев, Рустам Джумашев, ТДК-42.